Возможности человеческого мозга гораздо выше самого лучшего компьютера. В Международный день головного мозга, учрежденный в 2014 году, жители Одинцовского округа узнали о важности здоровья этого сверхоргана. В этот день мы обращаем внимание именно на проблемы здоровья мозга. И эти мероприятия, они также важны как и людям в возрасте, нашим активным участникам активного долголетия, так и молодым родителям, родителям в целом и деткам. А зависит здоровье от нескольких факторов. В первую очередь от физической активности. Участники активного долголетия это знают наверняка и регулярно занимаются китайской дыхательной гимнастикой Цигун. Нет лежания на диване, вперед в природу, занимаемся своим телом. Главное заниматься каждый день, пусть 15 минут, 10 минут. Этого достаточно для того, чтобы удерживать тело в своей хорошей форме. А наши занятия по Цигун этому очень помогают. Кроме подкрепления мозга через упражнения, каждому полезно ежедневно узнавать что-то новое. Участники мероприятия прослушали лекции специалистов, психологов, педагогов. Узнали, что нужно, чтобы вырасти умным и счастливым, как уберечься от заболеваний, а также прикоснулись к ментальной психологии. Понятие психосоматика, его трактуют очень по-разному, но классическое определение – это связь психики и тела. То есть когда-то психо обозвали душой очень давно, с эволюцией психологической науки, психоанализа. Это перешло в значение психика и тела. То есть это то, что мы видим, то, в чем мы живем, проживаем эту жизнь. Очень важно давать мозгу разгрузку и отдых. На свежем воздухе с помощью увлекательных настольных игр, например, такой, как эластика, действительно происходит словно перезагрузка. Название очень простое, но вот от этой резинки. Задача в том, чтобы все свои фишки отправить на поле соперника. Смотрите, как это работает. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, прогулки на свежем воздухе и тренинги для мозга – самые простые и основные правила для поддержания его здоровья.